Добрый день! 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 Ясенеце! И ясеневые насаждения сразу же начали поражаться корневыми гнилями. В результате корни отмирают и дерево падает. Все ясенники в области у нас массово поражены, и вероятно, что в течение ближайшего времени мы забудем, что такое ясеневное насаждение. Вырытывать древо сегодня могло бы только значное повышение у зровню грунтовых водов, Для этого дожды должны быть без перепынки, амаль месяц, ящадно надея на протягивую снежную и морозную зиму. С одного боку это повысить уровень воды, а с другого – знищить значную колькость шкодников. Алексей Тюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Познайомиться со славутостями российского Курска пропануя новая экспозиция в Гомельском палацово-парковом ансамблее. Город по братим представлены в отшима Мастака, Израиле-Ликаренке. У ягод в отшим багаже больше, как 500 акварелей, у копии 40 з'их зараз можно убачить у Гомели. У Курска автор работ переехал в конце 20-х годов минулого ста годзе и одразу же захопился городом. Ведающий каждый закуток, Мастака брав близкую души тематику – завулки, домы, сады, триумфальные арки. Усё гэта знайшло место на полотнах, які после смерти Мастака были передадзены у Курске областный краязнавчий музей. Дякую шыцу везде городов-побратимов, сёння и у гомельчаны есть махшымасть убачить Курск, Израиле-Ликаренке. Команда Гомельской области заняла перша меса на международным турниры по пожарно-вартовальным спорте на Кубок Сяброуства, який отбылся у Гомели. Сярод яго удельника у подразделений Министерства по надзвышанных ситуациях приграничных районах Беларуси, России и Украины. Другое – огульнокомандное место у представников Чарниговской области, третье – у выратовальников Браншины. За ходом с поборництва назирали наши корреспонденты. Межреспубликанский чемпионат по пожарно-прикладным спорте – с поборництвы з великой хисторией. Летость турнир пройшёл в Бранску, и наим гомельчане были першими. Правда, представники Чарниговской области в Россию тогда не приехали. У Гомеля все три команды собрались снова, причем шмат, кто зудельников привёз с собой родных и детей. Организаторы такую семейность витают. Неформальные относины, кажутся, допомогают усталевать помеж вратовальниками больше тесные контакты. Общаются спортсмены, общаются дети, общаемся мы. Всё это залог гарантии того, что наши трансграничные вопросы, связанные с предупреждением к зациям чрезвычайных ситуаций, они будут решаться чётко, быстро и грамотно. В программе турнира по пожарно-воротовальному спорте на Кубок Сябровства три вида споборництва. Подъём по штурмовой лесвице, те, как его ещё называют, вежа, бодай самый экстремальный. Необходно без страховки, как могла худшей досягнуть четвертого поверха. Лепший выник – 13,77 секунды. Розница с усветным рекордом – омаль полторы секунды, а Лео Гомель таких высоких выников никто и не чекает. Урештись, а родголовный задач чемпионату – повышение профессийного мастерства и обмен вопытом. У основе подрыхтовки вратовальника у трёх краин по сутности одна система, але у кожного есть свои напрацовки. Мы общались и с представителями и Республики Беларусь, и Российской Федерации. В принципе, всё та же самая подготовка, какая она была ещё Советского Союза, она осталась практически и в Беларуси, и в Украине, и в Российской Федерации. Организаторы турниру подкресливают. Зараз помеж подразделениями МНС приграничных районов по ранейшим заховываются в Сябровске и деловые относины. Объедновывать намагание по ликвидации на завершенных ситуации всё лето, правда, не приходилось, але постоянный обмен информацией отбывается. Совместных действий у нас пока не было, но это и хорошо. Пожары в районе наших границ своевременно обнаруживаются и своевременно тушатся. Но взаимодействие у нас налажено, очень тесно общаемся, обмениваемся информацией, поэтому я думаю, что населению переживать не стоит. В районе России и Беларуси всё под контролем, и своевременное реагирование обеспечено. Олег Синтюров, Александр Гамоля, Дмитрий Радзян, Котель и радиокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» подводят выники 27-мой областной спартакияды работников споживецкой кооперации. На протягу двух дней кооператоры региона вызначали мощнейших в таких дисциплинах, как шматборги, волейбол, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы и перетягивание канату. За узнагороды спартакияды змагались около 500 спортсменов с 25 команд. Физичная культура и спорт за усёды были и застаются неодъемной часткой в работе гомельского облспожив союза. Это одна из складающих социальной политики Галины. Спорт дарует здоровье, добрый настрой с обрусского суперництва и объеднувая у всех у один коллектив. Приемно означать, что гомельские кооператоры улику лепших не только по выполнению своих службовых обовязков. Четырые годы за пар яны переможцы республиканской спартакияды споживецкой кооперации. И тому гэта из поборництвы яшэй махчымась проверить силы перед стартами, які изберуть команды из усёй краины. Темболь, что сё лето, меньшим праз месяц, шарговые республиканские баталии пройдусь на гомельшине. Гасподары обясаюць знову позмагацца за перемогу. Ну, очень надеюсь и верю в то. Я хочу, конечно, и пожелать своему спортсмену, что в этом году, учитывая, что мы хозяева данного мероприятия, чтобы мы в пятый раз сохранили за собой звание чемпиона спартакияды республики среди организаций предприятий потребительской кооперации. Надеюсь, что так и будет, потому что наши спортсмены на это настроены. И мы тоже в это верим и верим в спортивный дух и в такую самоотдачу наших спортсменов. И на этом по колю сё за развитием падеи сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения.